Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем с вами исследовать тему «Судьба человека». Тема очень большая, необъятная. В неё включены все возможные вопросы и, конечно, все возможные ответы. И гости нашей студии дают своё видение этой судьбы, есть ли она на самом деле или её нет вовсе, какие силы влияют на судьбу человека, являемся ли мы её хозяевами или всего лишь рабами, как улучшить собственную жизнь, как повлиять на свою судьбу, какие есть причины внешние и внутренние, которые определяют наш выбор. Всё это очень интересно, очень полезно. Карина Сарсенова Поэт, писатель, сценарист, продюсер, член Союза писателей России, основатель нового литературного жанра «Неоэзотерическая фантастика», дипломант 15-го Международного фестиваля интеллектуальной литературы, фестиваля фантастики «Созвездие Аюдак» и Национальной книжной выставки «Книги России», член-корреспондент Международной академии интеграции науки и бизнеса, президент Евразийского творческого союза, кавалер почётного знака «Трудовая доблесть России», обладатель медалей имени Лермонтова и Маршака за вклад в современную литературу. На наши вопросы сегодняшние ответит гость нашей студии, эксперт, экзорцист, шаман, мастер рейки, энергетический хиллер Олег Кан. Добрый вечер, Олег. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам на передачу. Я знаю, что вы участник шоу «Другие», там себя очень хорошо зарекомендовали. Для нас большая честь видеть вас снова на нашем телеканале ХИТ-ТВ. Мы надеемся увидеть вас снова в наших последующих передачах, потому что темы у нас обширные. С каждой одной темы большой будут дифференцироваться, рождаться, много-много более мелких тем, но, тем не менее, они очень актуальны для людей. А вот скажите, вопрос уже классический для каждого нашего гостя в студии. С вашей позиции, точки зрения, что такое жизнь? Жизнь – это, наверное, возможность человека найти свое предназначение, выполнить его, то, что мы обещали перед Всевышним, что идет к нам от Него через предков. Когда мы выполняем свое предназначение, мы переходим на новый уровень и начинаем его эволюционировать. До тех пор, пока мы не сможем выполнить то, что мы должны выполнить, что мы обещали, мы будем множество раз воплощаться и пытаться пройти этот уровень. Это закон кармы. То есть вы тоже считаете, что на жизнь человека влияют его поступки, выборы из предыдущей жизни? Безусловно. Я обычно своим ученикам объясняю так. Допустим, если взять вот эту точку, из нее начинается все по спирали и шире и вверх идет. До этого уровня мы должны выполнить что-то. Если мы не выполняем, мы можем тысячу раз воплощаться, потом выполнили, поднимаемся на новый уровень и перемещаемся в начало. И вот таких вот уровней у нас может быть несколько тысяч, допустим. Следующий уровень после фундамента идет, мы за каждый этап жизни проходим один уровень сразу же. Дальше идет уровень, мы поднимаемся и становимся шире. Ну, как бы это процессы эволюции. И потом есть еще несколько уровней. Ну, пока можно остановиться вот на этих уровнях. Те люди, которые живут в начальном этапе, они могут быть сутенерами, наркодорговцами, торговцами оружием. Но спроса с них нет. Они как дети малые. Они предназначены для того, чтобы другие люди получали через это уроки. Те люди, которые к ним приходят, их сильно никто не заставляет. Им никто не вливает ни в корла, ни в вену. То есть, как бы это их личный опыт, их желание. Поэтому каждый на пути своем выполняет миссию. Даже черные маги, которые делают нехорошие вещи, они все сотрудники Всевышнего, с его соизволения работают. Для того, чтобы человек развивался, эволюционировал. Если он не хочет по-хорошему, его вынуждают, и он приходит через какие-то проблемы к экстрасенсам, или в церковь, или в мечеть, ну, неважно куда, он приходит за помощью. И где-то на него снизу заходит озарение, и он меняется. Тогда что-то начинает происходить. То есть, это один из путей понимания своего предназначения, да? Такой насильственный привод к осознанию предназначения. Мы люди, мы по-хорошему не понимаем. Мы можем сравнить только в сравнении, прожив сами, пропустив через себя. Некоторые получают большие проблемы, но только так мы можем понять. Потому что перед тем, как мы вошли в тело, нам показывают картину. Что будет, как будет, зачем будет, с кем мы будем жить, кто будут дети, кто родители, какие коллеги. Все нам показывают, и несколько вариантов показывают. Как будем жить, так и будем идти. Но потом, когда мы приходим сюда, мы забываем все. Нам стирают память, то есть подходит ангел, так вот палец ставит, говорит, тихо, никому не рассказываю. Вот у нас остается вот здесь след от пальца, можно сказать, от ангела, да? Значит, это как печать, что ангел посетил, и человек пришел, уже не помнит. И он начинает свой путь с чистого листа. Поэтому бывают такие варианты, как дежавил. Человек никогда не видел, не знал, он говорит, я это помню. Где-то это было уже. А это у него память просыпается. Мы все знали раньше, все могли, но сами от этого отказались. То есть, если человек имеет в жизни какие-то склонности, таланты, это все из прошлой жизни приходит? Это наработки прошлой жизни, это наши предки, они нарабатывали и пытались донести, но мы по незнанию не принимаем. И тем самым мы мешаем предкам нашим. А кто формирует судьбу человека на тонком плане? Кто ему, вот понятно, человеку до воплощения показывают его судьбу, варианты судьбы, да? А участвует ли он сам в программировании своей судьбы, или это только высшие силы делают? Безусловно, он участвует, он даже выбирает тот путь, как идти и куда идти. И он говорит, я хочу в этой жизни научиться чему-то, допустим, быть более лояльным или прощающим быть, или каким-то людям помогающим. И, соответственно, ему дают потом либо цирительские возможности, либо начинают его гнобить с детства, и он должен принимать это со смирением и научиться прощать людей. То есть то, что он хочет, он получает в жизни. И поэтому вместо того, чтобы говорить, вот ты такой сякой, мне вот сделал бяку, будь ты там проклят, да, это неправильно совсем. Человек это сделал, он замедлил свои вибрации и стал ниже намного, чтобы сделать нам вот эту гадость. Но вместо благодарности, мы ему говорим вот такие слова, и он раз, заблокировался. В следующем воплощении он уже становится еще более злым, плохим. Так появляются маги и колдуны. Если взять вот свечи, красную, желтую, зеленую, черную, белую свечу взять, зажечь, огонь будет одинаковым. Это наши души, можно сказать, да, независимо от рас и расповедания. Души одинаковые примерно. Вот они вот, не ярче, не тусклее. Стандартно. Не зависит от формы свечи это, не зависит от размера ее. И поэтому в том мире, когда мы без тела, мы все едины, одинаковы. И чтобы что-то здесь получить, нам надо кого-то попросить, чтобы вот этот вот свет стал темнотой и пришел к нам на помощь. И та душа приходит, он говорит, да, я согласен помочь тебе в этой жизни, но ты не забудь, что я для тебя это делаю. Мы говорим, да, конечно, я буду помнить об этом, но мы забываем все. И мы неправильно делаем что-то. Тем самым оба мы погружаемся в бездну. А когда мы говорим спасибо тебе за этот опыт, благодарим, то тот человек, который ушел в темноту, он раскрывается и поднимается выше. И с ним мы тоже поднимаемся. То есть так работает в принципе. То есть таким образом мы можем влиять на судьбу друг друга? Да, безусловно. А как еще духи предков могут влиять на живых людей воплощенных? И могут корректировать нашу судьбу. У меня был такой случай, ко мне обратилась девочка, я с ней работал достаточно долго. И говорю, надо сделать тебе жертвоприношение. Она говорит, ну я православная христианка, я не буду ваши шаманские штучки делать. Я говорю, пожалуйста, вот в Библии написано, Абнец. 20 дней мы с ней работали, и я ей практически больше двух недель говорил про жертвоприношение. Объяснял, как это работает и что происходит. На 20-й день она мне оставляет деньги. Я говорю, зачем? Она говорит, это на барана. Я говорю, зачем мне деньги, завтра мы поедем, вы сами из рук в руки отдадите. Она говорит, нет, если я сейчас вам не оставлю, то завтра я не приду, не долечусь. Так меня жаба задушит, и я приеду, буду вынужден. Утром приходит, уже два человека было, она с квадратными глазами заходит, говорит, я не знаю, спала я или нет. Пришел старец, у него капюшон переходит в плащ, борода ниже колена, он меня посадил на колени. Начал рассказывать какие-то вещи, потом сказал, коллегу не ходи к нему, это страшные люди, тебе не надо с ним пересекаться. Когда надо будет, когда можно будет, я тебя отправлю к нему опять. Кто это? Ну, это тот святой рода ее был, который поднялся. Она говорит, ну как же, мы же барана будем резать только через несколько часов, пока приготовим, пока что-то сделаем. Ну, что произошло? У нас есть вчера, сегодня и завтра. В том мире оно все здесь и сейчас, и они видят, допустим, если Олег совершил что-то, то через 10 лет у него будет большая проблема, и чтобы этого не было, мы ему что сделать можем? Мы ему сломаем ногу. Вот я лежу со сломанной ногой, но я не совершил что-то плохое, которое отразится на моей жизни. Вот так они могут влиять на нас. И также то ее намерение было, деньги оставить вчера, и он пришел к ней, уже начал работать со вчерашнего дня. Но на физике барана пришлось делать в любом случае. То есть мы подтверждаем, есть мысль, слово и дело. А как влияют на судьбу человека незавершенные дела и планы? Была тоже группа у меня, люди занимались, причем были достаточно такие физически сильные ребята, чемпионы мира по текунду, допустим, еще кто-то. Ну, спортсмены, можно сказать, силовики. И одна девочка занималась, мы сказали сегодня, что через 30 дней мы поедем на святые места. Вот здесь вот образовалось нечто. Мы приближаемся сюда, это нечто опускается, и оно становится более материальным. Когда мы приходим, начинаем читать молитвы, она входит в руки, как благословение, исцеление, очищение, дары, ну, много всего хорошего. За день до поездки девочка говорит, я не могу поехать, меня пригласили на свадьбу. Я говорю, дело твое, но так делать нельзя обычно, потому что всякое может случиться. Значит, через день у нас занятие, через день мы ее видим, она говорит, вы знаете, я на свадьбу не попала. Я умывалась в ванной, готовилась, мне стало плохо, я потерял сознание. Это видели ребята. В следующий раз они начали говорить, когда мы едем куда-то или что-то делаем, они говорят, не от нас зависит. Мы хотим, но как Бог даст, или на всю волю Всевышнего. То есть с оговоркой начали говорить. А следует ли тогда реализовывать все свои идеи, мечты, мысли о создании чего-то, да, которые, ну, приходят в голову? Или как это отсеивать? Что необходимо в реализацию пустить ради лучшей судьбы? А что можно оставить? Или что вообще можно, следует отложить? Ну, если не лукавить и через сердце пропускать, то любой человек знает, что будет хорошо и для него, и для окружающих. Но если он будет ставить приоритеты и думать, что будет лучше для людей вокруг, нежели для меня, тогда он всегда будет делать правильные вещи. Мне кажется, что если человек будет приоритет ставить для всех, это будет правильнее. И есть такая вещь, что любое слово, мысль, если она даже плохая, невысказанная, ангелы сделают все, чтобы это не случилось. А если человек сказал слово плохое, то бесы приложат все усилия, чтобы это случилось. У нас идет мысль, слово и дело. Поэтому, допустим, тот же приказ о расстреле, его очень трудно отменить, допустим, практически редко бывает. А как же, вот, бывают ситуации в жизни, когда мы все делаем ради любимого человека, да, ради своего друга или подруги, или ради сотрудников. Действительно искренне от всей души думаем об их интересах, жертвуем своим времени, вкладываем в них душу, любим, да. Вкладываем в их развитие, в их потребности, финансовые средства, совершенно не считая, не жалея, даже не думая об отдаче. Я думаю, что в жизни многих людей были такие ситуации. А потом люди предают, начинают убегать. Всевышний дает проблему человеку. И он должен измениться, либо исправить что-то, что совершил уже. Но он не может это понять, даже не знает об этом. Он обращается к целителям. Целитель есть шарлатан, который не думает об этом и не знает. Он говорит, да, я буду лечить твой рак, там, четвертой степени, за тысячу долларов в день. Человек говорит, да, деньги я с собой не заберу, а вдруг выживу. Что происходит? Всевышний в виде этого говорит, коль ты такой умный и хочешь мой промысел изменить, то эта же болезнь будет у тебя точно такая же. То есть хоронят того человека и хоронят этого целителя, одновременно, можно сказать, в один день от одного и того же умирает. Независимо от того, он шарлатан или просто деньги зарабатывает, или целитель, который не знает всех нюансов и тонкостей, да, ответственность будет на нем в любом случае. То есть есть закон кармы, не просят – не лезь. Вы думаете, что меня просит человек, он манипулирует с точки зрения физики и нашего человеческого я, но эго очень сильно мешает, оно не дает развиваться ни нам, ни тем людям, которым дают испытания, да. Мы пытаемся загасить чужие кредиты, там, помочь, там, финансово, еще как-то физически, да, но человек, он деградирует, он не прилагает никаких усилий, он не меняется. И испытание у него будет усугубляться и усугубляться. Помните, я начинал вам рассказывать, что идет все по спирали и вверх, 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 да. Но если спирали разобрать, допустим, цикл 12 лет, то человек может посмотреть, допустим, в 5 лет у меня был перелом руки, плюс 12 лет у меня был перелом руки, плюс еще 12 лет перелом руки, и здесь вот он уже знает, и он что-то делает, меняется, и перелома руки нет. То есть несколько циклов ему надо было пройти, чтобы понять, есть какая-то закономерность. Еще простой пример. Любой человек пишет рукой дольше, чем читает текст. Также компьютер. Мы закидываем, допустим, с флешки на компьютер, он будет записывать, но чтобы просмотреть тот же фильм, мы включаем, в один клик он начинает показывать, да. То есть неважно, физическое тело это человек или железо машина, божественный закон, он един для всех. Пишется дольше, чем считывается. Но люди стоят выше машины, и они не обращают на такие мелочи и нюансы никакого внимания. А из мелочей состоит вся наша жизнь. Есть же понятие, когда человек просит что-то, да, и это его выбор попросить, не попросить, или он не просит, ему что-то предлагают, и его выбор взять или не взять. Ему же не насильно это всучивают, да. То есть он все равно говорит, да, я возьму. И здесь начинается, может быть, как вы считаете, тоже его ответственность. Конечно. И если потом он не проявляет должной ответственности по отношению к людям, которые к нему хорошо относились, это может быть тоже неправильно. Наверное, знаете, каждый должен быть благодарен каждому. Да. За то участие, за сочувствие, за помощь. Не важно. Но благодарить надо всегда уметь и за все. А те люди, которые не хотят брать ответственность на себя, но их вынудят, потому что это как болт, который закручивают, он садится ниже, начинается давление внизу. Поэтому закручивают еще наоборот, он сильнее давит. И так вот до тех пор, пока нас не спрессуют до какой-то критической точки накопления, когда включается уже, ну, организм на самоуничтожение, допустим. Что влияет на наш выбор, на наше внутреннее самочувствие, мысли, слова, действия, наши, других людей? Что такое эмоции и чувства? Как все это взаимосвязано, как влияет на нас и как мы можем влиять на самих себя, гармонизировать себя? Возможно ли это для того, чтобы обрести действительно эффективную, хорошую, светлую, позитивную судьбу, судьбу высшей планки? Скажите, Олег, можно ли это сделать? Вот какие чувства, например, с вашей точки зрения у человека, являются наиболее тормозящими для его эволюционного развития? Вы знаете, все то, что вы сейчас перечислили, можно объединить и назвать так. Каждый человек должен брать на себя ответственность. Не надо искать отговорки. Когда кто-то виноват другой, нам легче жить. Это не мы виноваты. Но в любом случае мы ищем, как бы, чтобы сделать, чтобы ничего не делать. Это природа человека такая. Надо просто брать ответственность на себя и делать. И тогда у нас и судьба будет хорошая, и мы будем гармоничны. Никто, допустим, не говорит, выходи из себя. Это наш выбор. Я терпел, терпел, последняя капля перелилась, и начался взрыв, цепная реакция. Или, допустим, я сидел, сидел, ждал, ждал, пока у меня нарыв не появился, и пошел к врачу. Почему нельзя было пойти и перевязку сделать, промывание, как только царапина появилась? Надо было вместе сидеть и ждать, когда начнется процесс какой-то. То есть это все отговорки в любом случае. Да, конечно. А могут ли мысли и чувства других людей влиять на наше поведение? Мы можем чувствовать мысли и чувства других, вестись на них? Да, конечно, мы можем. Мы можем чувствовать, мы ощущаем. Невыраженные эмоции? Ну... Скрытые, может быть, от лицемерных людей? Все это имеет место быть, да. То есть даже если люди не видят и не чувствуют, все это есть и это все работает. Тоже пример такой, допустим, человек говорит, если я не верю, то такие люди, как вы, вы мне не можете помочь ничем. Я говорю, понимаете, вот ребенок, он находится в институте педиатрии, ему нету года. Он находится еще и в коме. Даже если он был бы не в коме, я бы ему не мог ничего объяснить, говоря языком человеческим. Но, тем не менее, результат виден. И из всех, допустим, деток, которые с этим диагнозом были, он единственный, кто выписывался домой и до сих пор живет, допустим. Вот как объяснить такой момент, что человек на том каком плане это все воспринимает? То есть здесь неважно, во что мы верим, есть что-то, что объединяет всех нас как людей и что-то, что на нас всех влияет. А какие это могут быть силы? Высшие силы? Безусловно, это высшие силы. Существа света, тьмы или чего-то другого? Вы знаете, любое существо света и любое существо тьмы, они выполняют просьбу Всевышнего в любом случае. Но и нельзя назвать, что кто-то плохой или кто-то хороший. В принципе, как вот смотрите, молоток и гвозди – это инструмент созидания. Но им Иисуса распяли. А можно было дом построить, да? То есть что у человека здесь было, то и сделали. Поэтому говорить так вот плохое, хорошее – это с точки зрения одного будет плохо, с точки зрения другого это будет хорошо. Мы привыкли оценивать человека прямо по тому, что мы видим, и навешивать клеймо и ярлык. А если мы с каждой стороны посмотрим на человека, то он станет как храненый бриллиант переливаться. И тот человек, который был с кряга, с кропердя, он для других, может быть, он последние штаны с ними тогда поможет, там копать будет до посинения, ну, что-то делать для других. А вот именно для этого человека он не будет делать, потому что у нас прописано всё, кто, что, кому должен делать и как. А есть ли такой феномен, как зависимость судьбы от доминирующей эмоции у человека? Например, человек очень завистлив, он всем завидует. Вот какова будет его жизнь? Какие болезни будут его настигать? Какие испытания, например? Ну, от зависти недалеко до рака, в принципе, да, потому что это развивает злость. И когда человек меняется, свою политику жизни меняет, да, меняет свой характер, ломает, то он может избежать этой болезни. Просто если взять Хиросиму и Нагасаки, когда-то японцы сетовали, что у них землю забрали, злились и, пожалуйста, им устроили ядерную бомбу, да. Получилось, что они начали болеть онкозаболеванием. Через 50 лет у них фукусима, да, опять они начинают болеть, потому что они опять начали в России предъявлять какие-то претензии, начали злиться на этом фоне. То есть выводов они не сделали, и это получается. Или простой пример. У многих людей есть пары, которые, ну, не пары, люди, которые 5-7 раз женаты были, да. А если посмотреть на их вторых половинок, то может быть разная национальность у человека, там, вероисповедание, образование, но сущность, она будет одинаковая. То есть вот человеку нравится вот этот вот предмет, он всех под одну гребенку гребет. То есть примерно, получается, он живет всегда с одним человеком, только в разном обличии. И до тех пор, пока он не что-то исправит, ему этот человек будет в судьбе приходить, а он будет говорить, ну, что ж такое, в жизни у меня непруха такая, все время попадается вот какая-то вот непонятка. Примерно так. Или женщины выходят замуж все время за алкоголиков, да, даже не подозревая об этом, скрытым недуге своих избранников, да. Это все зависит от того, как она воспринимает все, и что она делает. Когда она поменяется, ее пьющий ныне супруг, который с ней рядом, вдруг перестанет пить. Такое бывает тоже. А если человека постоянно преследуют финансовые неудачи, вот этот в масштабе одной личности или целой страны или мира, финансовый кризис, бич современности, так скажем, в чем здесь недоработки личности или общества? Ну, вы знаете, кризис, наверное, в голове у людей. Если кому-то не хватает денег, надо встать на два часа раньше и поработать на два часа больше. И столько же денег у него будет, сколько и прежде было. Но люди не хотят этого делать. Они сетуют на государство, на правительство, как говорят. Каждый народ заслуживает то правительство, которое есть. Но, опять же, это мы перекладываем свою вину на кого-то. Мы не хотим что-то делать и хаем правительство, допустим. Это неправильно, опять же. Но все-таки в чем причина финансовых неудач конкретного, отдельного человека? Ну, в целом, давайте я скажу, это касается каждого человека. Получается, что мы не выполняем свое предназначение и нас вынуждают. Ну, возьмем вот так вот треугольную комнату, где задняя стена – это все наши предки, все святые, которые делают шаг вперед, они нас толкают. Но в начале пути мы идем по-разному, да? У нас создается впечатление, что мы сами делаем, что хотим, как хотим идем. Но когда мы пришли уже в угол, мы видим винт, как мясорубки, допустим, да? Мы пытаемся развернуться и убежать. Но непределимая сила нас выдавливает через мясорубку, через повреждения. Поэтому на этом пути, этапе, мы можем измениться. Но когда мы не понимаем, нас начинают бить по самому больному. Мы любим детей – бьют по детям. Мы любим родителей – бьют по ним. Любим себя – бьют по нашему здоровью. Любим финансы – забирают в один день. Все, в один день. То есть машину угнали, дом сгорел, банк обанкротился. Это может случиться за месяц. Поэтому чем раньше мы придем к этому и начнем что-то делать и меняться в лучшую сторону, тем меньше у нас будет проблем в жизни. Поэтому мы вот открыли фонд, где объясняем, пытаемся. То есть наш фонд, он не финансами больше помогает, а, как сказать, духовно понимать, что-то принимать и менять в себе. Вы выпускаете литературу? Нет. Обучаете? Обучаем, да. Показываем, что было, как было. Многие люди очень сразу видят вещи и говорят, если бы мы сами не увидели, мы бы не поверили. Но высшая сила, опять же, показывает человеку, что нечто есть, существует. И человек, увидев это, начинает верить. Скажите, возвращаясь к финансовым вопросам, это животрепещущая тема для многих, очень интересна тут, мне кажется, тематика долга. Как это влияет на карму, на судьбу человека, если он не возвращает долг, отказывается это делать, например? Да, влияет сильно. Даже мусульман, когда хоронят человека, мула спрашивают, этот человек должен кому-то или нет. И если он должен, то родные в течение определенного времени должны погасить этот долг. Потому как, вот смотрите, вот жил-был человек, вот он ушел в мир иной и поднимается к небу, но его долги, вот он вылетел из тела, поднялся, его долги, какие-то там плохие дела, слова сказаны неправильно, там еще что-то, его вниз тянут. И плюс родственники начинают, особенно женщины, говорят, о, там, на кого же ты меня покинула, как я тут одна. Вместо того, чтобы его отпустить, она его к себе притягивает. Ну, вот здесь вот завис на этом уровне. Ему туда надо, в любом случае. Вот ежедневная молитва его поднимает на сантиметр, допустим, куда это маг поднимает, как лифт. Допустим, то, что кто-то за него долги из родных отдал, тоже помогает им. Примерно это все так работает. Представьте, если это на тонком плане так работает, то каково на физике может быть? Человек лежачий может встать даже. Просто из-за того, что что-то меняется в жизни. Скажите, Олег, а вот судьбы двух людей могут быть очень сильно переплетены? Настолько сильно, что когда уходит один, он может забрать другого из мира живых? Или нет? Ну, по большому счету, это просто привязка человека, который здесь остался. И он просто сам себя сушит и уходит. Да, безусловно, у них были отношения, были чувства, неземная любовь была и чувство вины перед тем человеком. Моторас плюс привязанность его, оно включает такую программу. А дальше, уже в тонком мире, они вместе двигаются или разъединяются? Нет, они могут разъединиться, они могут пойти в разные места. Тот человек, который следом ушел, его могут отправить в такой карантин и объяснить, что это неправильно было так себя вести, и надо было отпустить человека, помочь ему. Вы сдались и сами руки опустили, и пришли вот туда, не в свой срок, допустим. То есть это не совсем хорошо. Как влияют наши выборы на нашу смерть? Существует ли несколько точек смерти, между которыми мы можем выбирать? Или же дата нашего рождения и нашей смерти уже жестко зафиксированы? С этими вопросами мы обратимся гостю нашей сегодняшней передачи, эксперту в области рейки, экзорцизма, энергетического хиллера Олега Кана. Олег, скажите, как бы вы посчитали, жизнь, смерть человека – это две зафиксированные даты? Его дата прихода в этот мир, дата ухода из этого мира? Или в зависимости от линии судьбы, которую он выбирает, меняется и время его ухода из этого мира? Меняется и время, меняется способ, как он уйдет. То есть на все наша воля, в принципе. То есть сам человек является творцом своей жизни, и в нем есть частичка Бога. Если мы не будем себя любить и ставить на первое место, то мы быстро уйдем, и тогда не будет ничего вокруг. То есть существование мира прекратится. Получается, что не все мы живем в мире в одном, да? А, допустим, я живу, все мы живем в вашем мире, да? Мы живем у оператора, допустим, у сценариста, и у кого-то, кого-то еще, и все вы живете у меня. То есть для каждого человека есть свой мир, и он есть Бог этого мира. Как он будет себя вести, так он и будет жить. И весь мир будет под него подстраиваться и к нему так же относиться, в принципе. Поэтому у нас всегда есть выбор, что делать в жизни, и как легко или тяжело мы будем уходить, это зависит напрямую от того, как мы живем и думаем. А вот долго прожить, это всегда плюс или нет? Если человек будет совершать много благодия, молиться жизни, вести такую правильную жизнь, он гарантированно доживет, ну, условно говоря, до 100 лет. Или он умрет в 50, и это будет для него благо. Что здесь вы можете ответить? Так как можно сказать про то, чего нету как бы в нашем мире, да? То есть в тонком мире это одно. Но вот смотрите, есть такая притча хорошая про двух близнецов, которые находятся в материи в утробе. Один оптимист, другой пессимист. И один говорит, это жизнь только здесь. После родов никто не возвращался. То есть вот так получается, что на самом деле после родов никто не возвращался назад, да? И после смерти, в принципе, тоже никто не возвращался. И никто не может сказать, что я сожалею, что я здесь задержался, да? И туда рано не пришел, да? Безусловно, там нам будет легче, потому что наша оболочка, наше физическое тело нас не будет сковывать, и мы будем более мобильны, больше можем помочь кому-то, даже нашим потомкам, которые находятся на Земле в теле. С этой точки зрения, конечно, это большой плюс. Но с точки зрения того, что мы находимся здесь и сейчас на Земле, и у нас эмоции проходят очень большие такие, пиковые бывают вспышки, да, вот большой радости, допустим, человек получил премию, большую напился, убил кого-то, да, он впал опять в ступор. То есть вот эти вот пики, они только здесь мы можем их испытать на Земле, потому что высшие силы, они всегда вот в таком приподнятом настроении, да, блаженном, да. И потом получается, что когда мы их призываем для помощи, они с удовольствием приходят, нам начинают помогать, потому что они через нас тоже испытывают те эмоции какие-то, которых нет там. То есть везде хорошо, где нас нет. Вот, наверное, вот так вот лучше сказать. А кто когда уйдет и придет, это не нам решать. Если человек тяжело уходит из этой жизни, со страданиями, с мучениями, это следствие чего? Ну, это показатель того, что он не выполнил свою миссию на Земле. Он может даже прожить вроде бы хорошую жизнь, позитивную, да, никого не убить, не ограбить, не навредить, но умирает он мучительно. А это значит, что все-таки он скрыл от себя свою миссию, да, не выполнил. Ко мне приходят часто люди, они говорят, Олег, мы стоим на пятикратном намазе, мы не пьем, мы не курим, мы людям помогаем, благотворительностью занимаемся. Но у нас вот какие-то вот такие дела, что непонятно. Хотя в Писании написано, что человек омывающийся, как говорится, молящийся, должен получать исцеление, очищение и вообще какие-то блага. Этого мы не видим. Ну, а что вы делаете вообще хорошего для рода своего? Они говорят, ну, мы не знаем, у нас нет таких знаний, мы не можем реализоваться как-то в этом направлении. Поэтому, говорю, у вас есть проблемы с тем или иным аспектом. Как только они начинают уже принимать свой дар породу идущий, это получается как помощь предкам. То есть предки, когда уходят в мир иной и к вратам рая подходят, допустим, их не пускают, говорят, стойте, стойте, мы вас не пустим, потому что назад то, что мы вам дали, принесли. Они говорят, ну, как мы можем отдать, если наши потомки не хотят это принимать. До тех пор, пока мы не примем, их не пускают. Как только мы приняли у них что-то, их запускают, они или выше в ранге поднимаются, или им турбу больше дадут, то есть благ и умений каких-то. Через это они тоже могут больше нам помочь, опять же. То есть это круговая порука, получается, да. Мы здесь берем то, что они для нас несли, и им открываем дорогу. Они заходят, становятся выше, помогают опять же нам. А бывает наоборот. Бывает человек, который опять же не выполнил свое предназначение, тяжело, плохо уходил, или, может быть, нагрешил страшно, он попадает в тот же ад, грубо говоря. Он говорит, Господи, я буду молиться миллион раз на день, потому что бесконечность, да. Ему говорят, здесь твои молитвы не принимаются. Тебе давали время на земле, ты не хотел работать, палец за палец стукнуть. Но ты можешь молиться за тех людей, которые находятся на земле. И если твои родные и близкие изменятся через твои молитвы, и станут молиться за тебя, эти молитвы тебе помогут. Опять же, вот, получается, все взаимосвязано. Поэтому линия ДНК, она вот такая вот. Смотрите, Олег, с предназначением все-таки, да, хотелось бы разобраться более подробно. Это очень живо-трепещущая тема. Это, вот, как вы представляете ее телезрителям, это основополагающая, центральная тема для развития судьбы человека, для становления судьбы его судьбы. Так, если человек рождается уже с какими-то склонностями, то есть ребенок научился говорить 2-3 года, говорит, я буду девочкой, я буду актрисой, да. И действительно она вырастает, учится актерскому мастерству, становится актрисой. Или человек в каком-то возрасте осознает, что он бизнесмен, да, и все, он говорит, я не могу жить без того, чтобы не делать расчеты, не зарабатывать деньги, не строить предприятия, не давать рабочие места людям. Или человек говорит, я всю жизнь буду ученым, да, и заходит в стены какого-то университета, 65 лет там работает, и фактически умирает на рабочем месте, так метафорически говоря, да, до глубоких лет преподавая и развивая науку. Это уже явное предназначение. Но ведь в мире есть множество людей, которые не знают, чем заниматься. Они меняют профессию за профессией. Они мечутся между разными частями своего яда, подчиняясь каким-то чужим влияниям, советам друзей, давлению родителей, да, за компанию поступают в вузы. Как же им все-таки не испортить свою судьбу, найти себя? Вот совет от вас дайте, пожалуйста. Ну, знаете, надо все пропускать через сердце, да, если есть к чему-то желание вот отсюда, да, то, наверное, это самое правильное. Если мысли отсюда идут, то мы уйдем в дебри, и мы запутаемся, вот тоже и произойдет, что вы сейчас все перечислили, да. То есть любая мысль, первая, это оттанкивает эти мысли, да. Потом мы включаем свои какие-то там, ну, не знаю, стереотипы, мышления, давления, нас вот это все оказывает влияние, и мы подаемся чему-то, и уходим туда, куда надо, да. Ну, допустим, у человека есть предназначение, он его не выполняет, ему начинают закручивать болт, он теряет работу, начинает с проблемы, он ходит работать на пятачок, допустим, временными заработками зарабатывает, ну, и выходит на улице, лежит под скамейкой 100 долларов. Он находит их, берет, кричит, жена, я нашел 100 долларов, работать не пойду, будем праздновать. На три дня максимум так хватает этих денег, потом голова болит, сидит, не знает, что делать. Я уж прошу прощения, я человека называю Вася Пупкин. Вот, и Вася Пупкин сидит, болеет, заходит сосед, говорит, Вася, у меня ситуация такая, я привез пиво, ящик, а жена выгнала, говорит, дома не дам пить, можно у тебя? Ну, с удовольствием, заходи. Вечером приходит сосед другой, говорит, у меня DVD, там сериал 40 фильмов, 40 серий, давай посмотрим, давай. Неделя прошла, вот с того момента, как он нашел 100 долларов, пришел сосед с пивом, и фильм смотрят. За неделю этот Вася не сделал ничего хорошего. То есть, что получается? То, что мы можем сделать сегодня, не надо откладывать на завтра, потому что это бесы делают то, чтобы мы ничего не делали. То есть, не сделав ничего хорошего, мы не наносим вред темным силам, получается. Соответственно, мы против Бога. И они дадут маленькие деньги, сомнительные развлечения, там, что-то еще, лишь бы человек не выполнял свое предназначение. Не важно, что это, забивать гвозди, быть сапожником. Если человек делает это хорошо и живет этим, то он для этого и призназначен. То есть, если каждый будет выполнять свое предназначение, неважно какое, любое, хотя бы одну вещь, которую он делает, делать хорошо и до конца, на 100%, везде рай будет, наверное. Скажите, Олег, а профессия, в зависимости от чего она выбирается человеком, если он уже осознал и принял свое предназначение? Творческий человек, человек науки, ученый, человек, который делает все своими руками, рабочий, например, все эти профессии нужны. Но как вы охарактеризуете душу или карму, судьбу этих людей, выбирающих именно такой способ самореализации? Может быть, это воплощение прошлой дает на нашу нынешнюю жизнь такую проекцию. И вот у него появляется неизвестно откуда желание быть, допустим, каменщиком, хотя у него все в роду музыканты. Вот этого не уйдешь тоже. То есть просыпается душа и он вспоминает те какие-то забытые секреты даже и что-то делает. Я знаю одного человека, который во сне получает информацию, ему говорят, надо ступить отсюда, допустим, две фаланги, тут локоть добавить, тут еще что-то. То есть какими-то такими старыми мерами он меряет и что-то делает своими руками, без эскизов, без ничего. И ему опять же говорят, придет такой человек, ты ему это отдашь. И через какое-то время приходит тот человек, которому тоже во сне говорят, найдешь где-то этого человека. То есть вот они выполняют предназначение свое. А если кто-то соберется мешать исполнению предназначения человека, ведь это же зарубание на корню духовной самореализации, эти вещи наказуемы потом будут? Ну, конечно, да. Получается, что мы должны были выполнить что-то, но поддались уговорам и не стали это делать. Во-первых, мы не прошли проверку. Когда нам дают какие-то испытания в виде, допустим, ограничения в денежных средствах или там в том, что человек хотел большой славы, но его никто не знает очень долгое время и он только после смерти обретает славу. Это все идет как испытание, опять же. Поэтому чем сильнее испытание, тем лучше для нас. Но главное пройти, надо учиться терпению, смирению и все с любовью принимать. Я всегда говорю пациентам и ученикам чем хуже, тем лучше. Потому что работа так идет и хуже, если все ровно и вы ничего не ощущаете, не чувствуете, потому что высшие силы на вас не обращают внимания. А если человек чувствует в себе дар, например, к ясновидению, он должен это развивать? Это часть его предназначения? Он может это развивать для себя или он обязан идти помогать другим людям? Наверное, наверное, обязан. То есть это большой, огромный потенциал и надо его использовать. Есть притча, Бог дал одному человеку дар, другому два дара и третьему пять даров. И потом собрал их, говорит, что вы сделали? Ну, один говорит, у меня было пять, я стал обладателем десяти даров. Ты молодец. А что ты сделал? Ну, у меня, говорит, два было, у меня тоже теперь десять. Ну, ты вообще молодец. Ну, а ты меня как порадуешь, говорит, ты, наверное, лучше всех развился. Нет, говорит, Всевышний, у меня был всего один дар, я боялся его потерять, я его закопал землю. То есть, понимаете, те двое, которые реализовались и развили это в нечто большее, они прошли испытания и будут выше. А тот, кто не прошел, он будет до тех пор, пока не выполнит опять же что-то делать. Что же сделает нас более счастливыми, более богатыми, более гармоничными, более эффективными? Возможно, это наша самореализация, это нахождение, принятие и утверждение через действия своего предназначения. Это то, что делает нас уникальными, неотличимыми от других, возможно, очень даже отличимыми, но при этом мы соединяемся в единое целое друг с другом и с Богом именно через исполнение нашего предназначения. Сегодняшний гость нашей передачи эксперт, шаман, мастер Рейки, энергетический хиллер, экзорцист Олег Кан дал очень интересные и исчерпывающие ответы на эти вопросы и, конечно же, зарядил, поставил новые вопросы, на которые будет отвечать следующий гость нашей передачи запредельные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...